Слава Богу нашему И мы можем здесь быть на этих скамейках, рассуждая о Слове Господне, размышляя о своей жизни, размышляя о всём том, что нам надо сделать, о всём том, как нам дойти до желанной цели, и чтобы мы могли куда-то попасть. Вы знаете, я бы хотел вместе с вами порассуждать немножко, я хочу сказать немножко, потому что я не очень много могу рассуждать, я только могу рассуждать, что только даёт мне Бог в моём разуме. Вы знаете, сверх силы человек ничего не может. Вы знаете, нам апостол Тимофею пишет в второй главе, мы всё это знаем и читаем, я прочитаю нам з первого Тимофея второй главы последующие стишки. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я хочу обратить нам, на нам такой третий стишок говорит так, ибо это хорошо, вы знаете, когда хорошо, тогда хорошо. Знаете, мне вспоминается ещё с этого стишка «Который хочет». Вы знаете, Бог хочет, а хочу ли я? Вы знаете, я бы хотел ещё прочитать одно место, это будет «Откровение», третья глава, двадцатый стишок и последующие стишки. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и оттворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моём, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Дорогие братья и сёстры, я прочитал этот стишок первый, который говорит так «Се стою у двери и стучу». Вы знаете, мы все знаем, что такое есть дверь, да? Для нас это не новшество. В дверь можно войти, с дверей, с комнаты через дверь можно выйти, да? Всё это можно. Но здесь говорит «Се стою у двери и стучу». Вы знаете, дверь, Христос, если можно сказать, закрытую дверь, а дверь – это вход в наше человеческое сердце. Вы знаете, что когда стучится Бог неверующему, то Он не откроет своё сердце для Бога и не слышит, и не хочет слышать Его стук. Знаете, здесь пишет в этой откровении за Лаудыкийскую церкву, и там были, которые Бог назвал их, это самое, что не холоден, не горяч, а тёплый. Знаете, я хочу сказать, тепло, холодные христиане, как их есть много, иногда оттворяют дверь, но не дают место Христу. Знаете, не в комнате и не в прихожей, потому что им мешает это их делам. Знаете, когда мы знаем, что мы на уединении с Богом можем поговорить, и если Он войдёт в наше сердце, то мы встаём с этого уединённого места, с этой молитвы, мы чувствуем, что Бог вошёл в моё сердце. Вы знаете, я нам ещё бы хотел вспомнить в Бытие 4 глава 6 и 7 стих. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лице твоё? Если делаешь добро, то не поднимаешь лица, а если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, и он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. Другие братья и сёстры, мы видим, что у дверей сердца мы можем открыть своё сердце, но мы можем и господствовать над своим сердцем. Мы можем не дать что-то сделать. Знаете, я бы хотел ещё нам сказать так, что если он стоит у каждого у дверей сердца, и он хочет к каждому обратиться, хочет открыться, постучал к двери, и ничего не добившись, он отходит от человека. А если постучал к двери, и дверь открыта? Знаете, мне на этой неделе всё время была в мыслях одна песня, которая звучала так. Хочет всех людей Господь благословить, весь благую в сердце каждому вложить. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Он пришёл за грех наш на кресте страдать, воскресеньем своим победу дать. Дверь открой широко, окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, окна распахни. Оказывается, дверь можно открыть немножко, но дверь можно открыть и как? Широко. Можно упустить чуть-чуть, а можно упустить его сполна. Вы знаете, если она раскрыта хорошо, то ты упустил своё сердце Иисуса Христа. Тогда войдёт в твой дом, можно так сказать, твой дом, и будет вечерец с тобою, а ты с ним. Псалом 33,9. Тогда вкусишь и увидишь, как благ Господь. Знаете, мы знаем, что каков наш Господь. Да, Он благ. Но вы знаете, что стучась в наши сердца, мы иногда этот стук, или как бы сказать, этот голос, иногда откладываем назад, как будто проходя мимо, чего-то не замечая. Я бы хотел нам ещё прочитать Евангелие от Луки, 10 главу, с 25 стишка. И вот один законник встал, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, а ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал, правильно, ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «Кто мой ближний?» Но на это сказал Иисусу, «Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, и зранили его, и ушли, оставив его едва живым». И дальше, «По случай один священник шёл тою дорогою, и увидел его, прошёл мимо». Так же и левит был на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин, же некто, проезжая, нашёл на него, увидел его, сжалился. Самарянин, же некто, сжалился, и подойдя, перевязал ему рану, возливая масло и вино, и посадил его на своего сла, привозил его в гостиницу и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нём, и если и сдержишь, то более я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих думает, что ты был ближай попавшему разбойникам?» Он сказал, оказавши ему милость, тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Мы видим, что кто-то прошёл мимо, а кому-то постучалось в сердце, и он что сделал? Измилосердившись над этим, как бы сказать, израненным, бедным. Вот у кого закон любви был написан в сердце. Для кого ближний оказался не ближний по духу и не по крови, но тот, кто случайно встретился на этом жизненном пути, кто именно нуждался в помощи и любви. Он нуждался действительно в помощи, он нуждался, и мы видим, что Бог постучался этому человеку, и он оказал, что ему милость. Часто мы проходим мимо, когда в нашем сердце что-то стучится, в нашем сердце иногда говорится, «Помоги этому человеку, а ты пройдёшь мимо», «Окажи этому человеку милость, а ты прошёл мимо». Как ты думаешь, и ты впустил Иисуса Христа в своё сердце, когда Он стучал к тебе? Вы знаете, мы все, можно сказать, крещённы Духом Святым. Мы когда стояли на коленях, когда просили Духа Святого, вселись в моё сердце, мы, может быть, долго часами стояли и просили, но когда мы стучали, мы стучали, и Бог ответил нам. Он послал нам Духа Святого, и когда этот Дух живёт в нашем сердце, когда мы впускаем Его в наше сердце, Он с нами, мы чувствуем, что Иисус Христос с нами, что Он живёт в нас. Но когда мы делаем постыдные дела, когда мы делаем грех, Он уже не с нами, Он вне дверей. Мы уже вышли из этого места, Иисус Христос не живёт в нас. Мы уже продались, мы уже рабы греха, мы уже не живём по Духу, мы уже не духовные, а, как можно сказать, плотские, но мы должны исправлять жизнь свою. Я ещё прочитаю нам от Мафтея, седьмой главы, седьмой стишок и последующие стишки. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдёте. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят». Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Брия, братья и сёстры, я здесь, в седьмом стишке, прочитал так. «Просите, и дано будет вам. Стучите, ищите, и найдёте, и отворят вам». Как прекрасно то, что мы можем, и мы знаем, куда стучать, что просить и от кого просить. Ну, здесь пишет так, что мы всё можем получить. Но двенадцатый стишок, который я прочитал, гласит нам так. «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Христос стучал наши сердца, и Он говорит тоже, чтобы мы стучали в небо, и чтоб искали и просили. Он любве обильный Бог. Знаете, ещё в Мафтея, в 21 главе, 22 стишок гласит нам так. «Всё и всё, чего не попросите в молитве с верою, получите». Дорогие, братья и сёстры, здесь пишут «всё, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Было ли в нашей жизни, что мы просили и получали?» Это вопрос всем нам. Я не говорю, чтобы мы отвечали. Я говорю, чтобы мы имели надежду ту, которую мы иногда что-то просили и получили, «а сейчас мы иногда унылы в наших молитвах, в наших просьбах». Здесь пишут «и всё, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вы знаете, когда с верою мы просим, мы получаем, но я бы хотел сказать «всё для чего?» Можно, кто-то иногда замыслил что-то другое, но мы знаем, о чём здесь идёт речь. Если мы больны, и Бог выходил нам навстречу не раз и не два, мы должны благодарить Бога или нет? Если в нашей жизни случалось какое-то непредвиденное обстоятельство или что-то, мы вставали на колени и сказали «Боже, помоги нам», и Бог что? Выходил навстречу. Мы стучали в небо, и Бог открылся нам, Бог нам помогал в жизни нашей. И за это всё мы должны быть благодарны нашему Богу, потому что Он есть Бог милосердный. Он, как я читал в этом, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он хочет. «А хочу ли я, дорогие братья и сёстры, хочу ли я идти за этим Иисусом Христом? Хочу ли я предать свою жизнь Ему для служения? Хочу я, чтобы Он жил в моём сердце, чтобы Он жил в моём доме, чтобы я мог прославить Его, чтобы я мог сказать, «Вот Бог мой, на Которого я уповал, Он что? Он хочет спасти меня». Дорогие братья и сёстры, давайте мы все единодушно скажем «Слава Богу за чудные и дивные дела Его, за то, что Он нам помогает в жизни и благословляет нас во всём». Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok